я в очередной раз напилила очень большое количество палочек которые принесла из леса посмотрите какие они красивые с разными фактурами с лабиринтами жу от жуков и сейчас я буду складывать их по семь палочек на уменьшение от большой до маленькой у меня должно получиться примерно четыре таких набора я специально пилила на глаз но понимала что мне нужны будут разные длинные палочки как длинные средние короткие я буду делать колокольчики и имитировать палочки под речные то есть превращать лесные палочки сухие в речные которые как будто бы обмыла вода знаете не такие закругленными краями получаются такие красивые ну и собственно приступаем берем крупную наждачку и вот таким вот образом зачищаем это получается сделать довольно таки быстро потому что крупная наждачка позволяет убирать много лишней дровесины и края вот смотрите вот такие вот с обеих сторон становятся за круглые теперь нужно просверлить отверстие только с одной стороны туда мы будем вставлять проволоку у меня такая вот тонкая проволока и делаем петельку берем плоскогубцы чтобы удобнее было закрутить и получше можно сначала сразу вставить в дырочку и затем залить отверстие моим любимым клеем пва буквально капельку докапаем чтобы клей не давал выскользнуть нашей проволочки ну а собственно но и так хорошо будет держаться и второй вариант это также делаем отверстие также делаем петельку из проволоки и затем мы нашу петельку макаем пва и затем вкручиваем в дырочку и таким образом тоже проволочка склеится с древесиной и хорошо будет держаться на самом деле отверстие довольно таки узкое что все там держится хорошо и меня не устраивает свет я хочу сделать темнее использую темную морилку и покрываю на первый слой посмотрите палочка уже преображается на глазах становится чуть чуть темнее такой интересный красноватый цвет так называемые венге начинают получаться и хорошо хорошо промазываем всю палочку от начала до конца сохнет пока наши палочки сохнут сделаем верхушку колокольчиком вот такие у меня есть спилы которые мне любезно предоставил один друг и зачищаем с двух сторон потому что они шершавые чтобы не было никаких таких шершавостей неприятных все очень быстро зачищается потому что крупная наждачка и также покрываю ее морилкой вообще люблю все покрывать морилкой потому что на глазах происходит такое преображение материала очень интересно затем наблюдать кстати мне нужен гномик который будет говорить что нужно одевать перчатки при работе с морилкой и так палочка на один раз высохла теперь можно покрыть ее на второй раз позже я добавлю чуть чуть потемнее морилку и палочки будут уже хорошего темного цвета вот посмотрите что у меня получилось и теперь с помощью ниток и деревянных пусин я соединяю верхушку колокольчика и палочки вот таким образом сверху фиксируем на узелок с помощью бусины чтобы палочки закрепились связываю на 34 узелка чтобы хорошо держалась узелки я потом обрежу и потом буду их немножко закреплять клеем пва прикреплять и потом можно той же морилкой чуть-чуть подкрасить чтобы не было видно ну а теперь волшебный звук а и Продолжение следует...